Сегодня вечером, как мы говорили, Песах Швейны. Это Всевышний, Всевышний вторых шансов. Всевышний всегда нам дает второй шанс. На этой неделе, которую мы начали читать, да? Говорится про Хоганим. И там говорится про то, что Коген не имеет права жениться на женщине, которая разведена. На девочке тоже есть. Почему нельзя? На разведенной. Кстати, да, можно вдова, если, не дай бог, если муж умер, дурашный гео, то она тоже может за Когена выйти замуж. И девочке. Извиняюсь, а разведенная не может? Разведенная не может. Два варианта, или девочка, или этот. Теперь вопрос. Почему? Нет, Коген Гадор вдову тоже не имеет права. Нет, сегодня нет. А Коген имеет право только жениться на девочке. Вопрос, если... Нет, не только на девочке. Вопрос, если нельзя на разведенной, почему он имеет право жениться на вдове? Который умный. Муж, который умный. Почему? Ответ очень интересный. Дело в том, что Коганим продолжатели рода Аарон Хакоэна. Аарон Хакоэн был Охев шалом, вородев шалом. Абрадо шалом. Аарон любил мир и бегал за миром. Что такое бегал за миром? Все мы любим мир. Мы все любим мир. Меня не трогай, я тебя не буду трогать. Но он именно бегал за миром. Он ходил out of his way to make peace. И Аарон Хакоэн он был он знал знали его тем, что он любитель мира. Теперь женщина, которая разведена со своим мужем. Конечно же муж, но тоже которая разведена со своей женой. Они приносят как бы пигун. Они дефект делают этот мир. То есть у них есть война там. И так как у них есть война, она не имеет права быть из-за Коэна. Потому что Коэн это мир. Носитель мира. Раз у нее в жизни война, то она не может принести свою войну в дом, где мир. И поэтому Коэн имеет право жениться только на девушке, которая не была замужем. Или же или же женщина, у которой умер муж. То есть у нее умер муж. Она его не разводила, она смотрела за ним. Она это получила, что он умер, но тут нету войны. И поэтому она имеет право жить с Коэном. То есть выйти замуж за Коэна, Коэн имеет право жениться на женщине, которые... Дети его, которые родятся Коэном. Да, если она приносит своего, если ребенка, конечно же, он... он не теряет Коэн. И это, дорогие друзья, мы должны... Один вопрос, раба, любить мир и бежать за мир. Если, например, Коэн вышел за женщину, которая была разведена, он уходит от него? Он Коэнство никогда не теряет, но его дети уже хололины, его дети уже не Коэны. Его дети? Да, потому что это неправильный marriage, и его дети уже... От этого меры уже не Коэн. Но он сам Коэнство никогда не теряет. Нет, of course it's not permissible. Я знаю пару сейчас, которые они не женятся. Они не женятся. Он разведенный, она разведенный. Он Коэн. Он Коэн. Да. Жениться нельзя. Кедушин, Кедушин, святость. They cannot get married? They cannot get married. But you said if he does get married, if they do get married, the children... It's a big scene. They're already past the age. It's not a marriage. Oh, the past age of children, then, you know, it's not, you know, I don't know. So, therefore, we should be very careful. Он может, его дети не могут. Он Коэнство. Коэнство никто не может терять. Только его, уже следующее поколение, уже будет... Какой раба is going to make this kind of a marriage? Not everybody is going to do this. You don't need рабаи for that. To get married, you need only two witnesses. Two kosher witnesses that saw you giving a ring to a lady and that's already a marriage. And you need minьян. You need minьян because marriage is an announcement. You just need two... Only one ring and cup of wine. That's it. All you need for marriage is a ring and a cup of wine. And that cup you could even break. But you need a rabbi too for a ring and a cup of wine, no? Only two witnesses. That's it. Two kosher witnesses. Baru Fadumayr, Ulamah, Ulamah, Ulamah.